В минувшую пятницу, вооружившись мётлами и взяв пакеты для мусора, коллективы управления здравоохранения и первой поликлиники организованно вышли на уборку территории. Задача – очистить от мусора улицу Чкалова в районе больничного городка. Кстати, медицинские учреждения города – самые активные участники субботников. Настроение у нашего коллектива отличное, ведь такие мероприятия, как субботник, они сплачивают и коллектив становится дружнее, пообщавшись с такой неформальной обстановкой. Благодаря таким субботникам мы вносим свою лепту для того, чтобы город был чистым, красивым и просто радостным. Работники здравоохранения, как никто другой, знают о влиянии экологии на здоровье. Поэтому, чтобы привлечь к этим проблемам внимание беловчан и заставить задуматься о своём отношении к окружающему миру, субботник на одной из центральных улиц совместили с акцией. Здравствуйте! Сегодня, 30 августа, проводится Всероссийский экологический субботник под названием «Зелёная Россия». У нас вот акция проводится, чтобы вы знали. Участники акции вручали прохожим, взрослым и детям зелёный цветок – символ года экологической культуры. Я буду беречь природу и буду стараться делать город чище. Символ бережного отношения к природе и родному городу дарили и пациентам первой городской поликлиники. Кстати, здесь, в поликлинике, обслуживающей 23 тысячи беловчан, в рамках экологической акции решили провести конкурс детских рисунков «Зелёная Россия глазами детей». 30 работ представили на конкурс маленькие пациенты детской городской больницы и ребятишки из 61-го детского сада. Победители отметили сладкими призами от профсоюза работников здравоохранения. А к концу года дети, чьи рисунки пациенты признают лучшими, получат приз зрительских симпатий. Всего в субботнике приняли участие около 300 медработников из всех лечебных учреждений города. Убрано около 5000 квадратных метров территории. Для вывоза мусора было задействовано 4 единицы техники.